МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа Итоги недели. Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Нештатные ситуации бывают, это неизбежно в работе коммунальных систем. Но у нас и люди хорошие, с огромным опытом, поэтому аварийные и неештатные ситуации мы оперативно качество устраняем. Глава округа проверил работу котельных. Касаемо предраковых ситуаций, у нас сейчас есть 3 пациентки, которые активно наблюдаются, у которых на фоне биопсии были выявлены подозрительные злокачественные клетки, но не злокачественные. В Люберцах начали выявлять рак груди на нулевой стадии. Я лишь хочу сказать, чтобы сбывались все самые смелые мечты сегодня в Рождество Христово. Я всех поздравляю с этим праздником. И, конечно, с наступившим Новым годом. Ура! Как в Малаховке отметили Рождество, смотрите в сюжете. Объединились для того, чтобы показать и развлечь в Рождество, в новогодние каникулы наше население, наших любителей спорта. О соревнованиях по спидвейеру расскажем в финале выпуска. А теперь подробнее о всех событиях. Первое в этом году еженедельное оперативное совещание прошло в администрации Люберец. О том, как прошли длинные выходные в городском округе, доложили руководители структурных подразделений и силовых ведомств. Подробности далее. С 30 декабря сотрудники Межмуниципального управления МВД России Люберецкой несли службу в усиленном режиме. Охраняли общественный порядок в местах проведения новогодних и рождественских мероприятий. Праздничные дни прошли без происшествий. Готовимся, как вы сказали, уже к Старому Новому году, к крещенским проводимым купелям. У нас будет где-то шесть здесь купелей и в других еще городах, которые у нас мы обслуживаем. То же самое пройдут крещенские праздничные мероприятия. Будем стоять на храмах, будем обеспечить охрану общественного порядка. Ну и работать пока так, как нам предписано, усиленную принятие службы. Первая неделя 2024-го прошла без крупных происшествий и по линии ЖКХ. Все службы работали в штатном режиме. Зафиксировано только шесть случаев отключения электроэнергии. Устранить все неполадки удалось в течение часа. Была у нас очень резонансная в социальных сетях ситуация по занижению параметров тепла в жилом комплексе Томилино-Парк. По 3-го числа уже стало известно о том, что в жилых домах температура не дотягивает до норматива, установленная санитарными правилами. Было выявлено, что давление газа в системе не соответствует заявленным и договорным параметрам, в связи с чем невозможно все четыре котла на данной котельной использовать в полном объеме. По результатам проверки давление газа было увеличено, котлы начали работать, однако все равно при минус 30 достичь параметров, которые бы отапливали целиком полностью жилой комплекс в полном объеме, в принципе не удалось. Это стоит признать, хотя ситуация критично доведена не была. Котельная работала в полном объеме. Также на оперативном совещании доложили о подготовке к еще одному январскому церковному празднику – Крещение Господня. В городском округе Люберца оборудуют две купели в Наташинском парке и на Кореневском карьере. Начало купаний 18 января в 21.00. Луиза и Геозырян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. После нескольких дней потепления на московский регион вновь обрушатся сильные морозы. Вопрос отопления в многоквартирных домах и социальных объектах сейчас на особом контроле. На одном из объектов теплоснабжения глава округа провел выездное совещание. Подробнее расскажем в сюжете. Эта котельная на улице 3-е почтовое отделение более чем с полувековой историей. Полтора года назад Министерство обороны передало ее муниципалитету. Тогда же провели модернизацию. Установили новый паровой котел мощностью до 13 кубов пара в минуту. Обновили теплообменники и два бойлера. Третий подключат уже в этом году. Современные технологии и оборудование повысили надежность работы всей котельной. В данный момент все котлы работают в штатном режиме. От этой котельной запитан всего один жилой дом, но 24 объекта. Это также торговые объекты, это промышленные объекты, это социальные объекты. И нам важно, чтобы везде вовремя поступал теплоноситель качественно. В нештатные ситуации бывают. Это неизбежно в работе коммунальных систем. Но у нас и люди хорошие, с огромным опытом. Поэтому аварийные и нештатные ситуации мы оперативно качество устраняем. Плюс к этому у нас держится достаточно хороший запас материалов. И есть не снижаемый остаток по складу, который мы постоянно пополняем. Опять же, что дает нам возможность любую неисправность оперативно устранять. На балансе Люберецкой теплосети 74 котельных, 95 СТП и почти 250 километров тепловых сетей. Все системы жизнеобеспечения округа, включая и объекты энергетики, в условиях низких температур функционируют без сбоев. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Также глава городского округа Люберца Владимир Волков посетил котельную поселка Октябрьский. На встрече с руководителями Люберецкой теплосети обсудили исправность подачи тепла в жилые и социальные объекты за прошедшие и грядущие морозы. Тему продолжит наш корреспондент. В 2017 году котельная в поселке Октябрьский перешла в муниципальную собственность городского округа. Каждый год проходит обновление оборудования. В ближайшее время планируется развитие теплоснабжения в поселке для улучшения качества, безопасности и подключения новых объектов. Самое главное, что сейчас все функционирует в штатном режиме. И морозы те, которые были на новогодние праздники, это котельная и данный микрорайон прошли без нарушений. Всегда есть какие-то локальные замечания, есть завоздушивание батареи, есть какие-то протечки. Но это локальные проблемы, которыми занимаются управляющие компании. Сейчас котельная работает в штатном режиме. График поддерживается согласно наружной температуре воздуха на улице. Все в следующий момент хорошо. Жалоб нет. В летний период проводятся гидравлические работы и опрессовка теплотрасс, котлов и насосов. Эта котельная пригревает 65 объектов, 42 жилых дома, а также детский сад, школа и частные постройки. Сейчас все показатели в норме. Котельная работает исправно. Сотрудники межмуниципального управления МВД России Люберецкой подвели итоги работы за минувший 2023 год. Они проанализировали статистику преступлений, совершенных на территории обслуживания ведомства, а также наметили приоритетные задачи на этот год. Тему продолжит наш корреспондент. Были выборы губернатора Московской области, была сложная оперативная обстановка, которую мы с вами прошли на хорошем уровне в связи с тем, что есть и показатели, есть, конечно, и минусы, которые мы сегодня обсудим на нашем оперативном совещании. Поставим задачи на новый 24-й, первый квартал 24-го года, который будет тоже не из простых. В 2023 году на территории обслуживания Люберецкого управления МВД прошло около 250 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 300 тысяч человек. Все праздники и масштабные события прошли под пристальным вниманием и контролем сотрудников правоохранительных органов. Охрана общественного порядка и в этом году останется одной из приоритетных задач полиции. Помимо решений повседневных задач в первом квартале 24-го года предстоит проделать большую работу по обеспечению безопасности в ходе подготовки и период проведения выборов президента Российской Федерации. В прошлом году количество зарегистрированных сообщений о преступлениях и происшествиях возросло на 17%. За 12 месяцев сотрудниками Люберецкой полиции возбуждено почти 4000 уголовных дел. Привлечено к уголовной ответственности около 2000 человек. Вместе с тем раскрываемость всех преступлений в управлении составила 61%, что по сравнению с 2022 больше на 10%. Лилия Разуваева – мама четверых детей. В прошлом году во время диспансеризации женщину направили в мамологический центр для дальнейшего обследования. Теперь она под пристальным вниманием врачей наблюдается в плановом порядке, чтобы быть здоровой. Когда сюда приходишь, охватывает чувство, что с нашей медициной все может быть очень хорошо, если все будут так же относиться к делу, как здесь. Потому что все очень вежливо, все очень вовремя. Всегда позвонят, всегда запишут, спросят, когда удобно. Ну, вообще, будешь искать, почему придраться, не найдешь. Всего лишь за год своей работы мамологический центр шагнул далеко вперед. Чувствительное оборудование позволяет видеть мельчайшие изменения в тканях молочной железы. Благодаря этому врачи могут выявить онкологию даже на нулевой стадии, когда раковые клетки еще не проникли вглубь тканей. За год в этом центре выявлено 9 подобных случаев. Касаемо придраковых ситуаций, у нас сейчас есть 3 пациентки, которые активно наблюдаются, у которых на фоне биопсии все-таки были выявлены подозрительные на злокачественные клетки, но не злокачественные. Подозрительные на злокачественные клетки образования мы успешно прооперировали. Также при послеоперационном морфологическом материале тоже увидели, что есть клетки, которые все-таки подозрительны, не совсем доброкачественные, поэтому они у нас активно наблюдаются, будут в динамике проводиться им контрольное обследование для того, чтобы нам не пропустить развитие рака молочной железы. По словам врачей, многих женщин пугают, что процедура обследования может быть дискомфортной. Но современный маммограф, которым оснащен центр, абсолютно безболезненный. И что самое главное, благодаря этому аппарату медики спасли десятки человеческих жизней. В Люберецкой областной больнице продолжают расширять спектр оказания хирургической помощи. Врачи регионального сосудистого центра и специалисты отделения сосудистой хирургии выполняют совместные операции. Они жизненно необходимы больным с многоуровневым поражением сосудов, а для пациентов с синдромом диабетической стопы могут стать спасением от ампутации. Об одной из таких историй готовы рассказать мои коллеги. В одной операционной два хирурга – сосудистый и рентген эндоваскулярный – выполняют гибридную операцию на артериях бедра и голени пациента, страдающего с сахарным диабетом. Из-за нарушения кровотока у мужчины начался некроз нижних конечностей. И благодаря совместным усилиям врачей, нога пациента будет спасена от ампутации. Сначала выполняют первый этап сосудистые хирурги. Допустим, пришивают шунт в артерию. И после этого мы ниже шунта открываем артерию и выполняем баллонную ангиопластику. Это полезно для пациентов с многоуровневым поражением сосудов. В нашей клинике на данный момент производятся все виды оперативного лечения, такие как открытая операция, это шунтирование на нижних конечностях, малоинвазивная операция. Патологии периферических сосудов, сонной артерии и артерии нижних конечностей распространены из-за болевания. Лист ожидания для таких больных расписан на две недели вперед. Тактику лечения каждого пациента определяет консилиум врачей из нескольких отделений Люберецкой областной больницы. Оказать медицинскую помощь здесь готовы жителям со всего Подмосковья. Уиза Игязарян, телеканал ЛРТ. К ветерану Великой Отечественной войны Ивану Михайловичу Мишиненкову пришли с подарками к Новому году и поздравлениями представителей власти и члены партии «Единой России». В гости заглянула и наша съемочная группа. С наступающим Новым годом, здоровья вам, счастья, процветания. Ивану Михайловичу Мишиненкову 99 лет. Его семья живет в Люберцах с 1972 года. Поздравить ветерана с новогодними праздниками – это еще один повод выразить благодарность и оказать необходимую помощь. Дарить памятные подарки – уже традиция в городском округе Люберцы. «На фронт, на фронт. А у меня такая, по-моему, была. Ой-ой-ой-ой, солидные еще вспоминания, вспоминания». В преддверии Нового года традиционно партия «Едина Россия» отдает дань уважения нашим ветеранам, заслуженным людям. Сегодня мы у Ивана Михайловича 99 лет. И мы, конечно, пожелали ему всего самого доброго, безусловно, здоровья. Иван Михайлович участвовал в освобождении Белоруссии и Польши. Дошел до Берлина и там же, в Германии, встретил День Победы. Из его памяти до сих пор не стерты те военные дни. «Берлин мы брали, окружали, окружили в Германии. И нас поставили на выезде проверять документы. Я на машине, у меня в машине снаряды, там пулеметчик. Ребята были со мной. Ну и выезжаете, не пускать приказали. Там пусть остаются, потому что кольцо сжимается. Это было в апреле 25-го числа, по-моему. Или 26-го апреля 40-го, 45-го года». В 1947 году Иван Михайлович вернулся из Германии домой в село Урусово. Работал трактористом в колхозе, после чего отправился помогать восстанавливать Днепропетровск. И уже оттуда приехал в Подмосковье. «Я вообще влюбился и в 1972 году я приехал. Я как был в министерстве обороны, так и работал в министерстве обороны. И эту квартиру мне дали от министерства обороны. И так я работал до конца 1986 года, пока пошёл на пенсию». На встрече Иван Михайлович попросил помочь с ремонтом в квартире. Просьбу обещали выполнить в ближайшее время. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Жители посёлка Малаховка отметили христианский праздник. Рождественские гуляния прошли в летнем парке. Мероприятие состоялось в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». На праздники работали мои коллеги. «У нас сегодня Рождество проходит у всех, естественно. А так как у нас земля люберецкая, и у нас всегда на все праздники идёт спортивный праздник. Поэтому сегодня мы для детей решили его также устроить». Посетители летнего парка ждали не только сказочные герои, спортивные игры и песни. На праздники организовали гонки на собачьих упряжках. Дети катались на сказочных санках, ватрушках и даже квадроциклах. «Мне здесь нравится очень. Больше всего мне понравилось катание на собаках и квадроцикле». «Замечательный праздник, потрясающий. Дети катаются на собаках, вообще классно. Подарки, музыка классная, вообще супер. Мороз нам ни почём. И чай ещё можно согревающий попить, чтобы не замёрзнуть такой мороз». Согреться могли не только горячим чаем, но и рождественским костром. Гостей угощали выпечкой и сладостями. Всем детям вручили подарки от сказочных героев. Несмотря на мороз, атмосфера в парке тёплая и праздничная. «Я лишь хочу сказать, чтобы сбывались все самые смелые мечты сегодня в Рождество Христово. Я всех поздравляю с этим праздником и, конечно, с наступившим Новым годом. Ура!» Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах подвели спортивные итоги ушедшего года. Героев спорта и тренеров, воспитавших настоящих чемпионов, чествовали в Большом зале Дворца спорта «Триумф». Имена лучших спортсменов 2023 года узнал Богдан Колесников. В зале собрался весь цвет плюберецкого спорта. Победители – призёры международных соревнований, финалисты Кубка России и Кубка Европы. Самые сильные, ловкие и быстрые. «Триста сорок – это фактически каждый день в течение года шли соревнования, состязались наши спортсмены, приезжали с других городов, с других регионов. Хочу пожелать всем, каждому коллективу, каждому спортсмену лично, семьям вашим, только идти вперёд, развиваться, набираться сил и, конечно же, чтобы новый 2024 год был для нас успешен, результативен и такой же яркий и интересный был, как и 2023 год». Дворец «Спорт и Триумф» по праву называют центром спортивного притяжения. За 12 месяцев здесь провели более 100 соревнований. Они объединили 25 тысяч спортсменов из разных регионов и стран. Многие турниры стали традиционными. «Более 20 всероссийских соревнований, которые включены в единый календарный план Министерства спорта России, были проведены у нас в округе. Это рекордное количество соревнований и самый большой охват как по количеству участников, так и по количеству зрителей. У нас большая история, у нас большая плеяда наших чемпионов, которые давали действительно сильный базис и заложили сюда сильным духом наших спортсменов». Подводя итоги года, чествуют спортсменов, показавших высокие результаты на соревнованиях. Член сборной команды России по греко-римской борьбе Вадим Драгушан летом завоевал золотую медаль на первенстве Европы среди спортсменов до 16 лет. За последние десятилетия это первый люберецкий борец, который стал победителем соревнований такого уровня. Вадим Драгушан и его наставник Станислав Есин в номинациях «Спортсмен года» и «Тренер года» стали победителями. «Честно говоря, очень неожиданно, очень приятно. Пользуюсь случаем хочу сказать спасибо всем, кто помогал нам в подготовке, участии в соревнованиях, в тренировочном процессе. Сезон подошел к концу, но со следующего года мы не расслабляемся, мы тренируемся дальше и будем представлять наш городской округ на соревнованиях высшего уровня». «Ну, эта награда для меня очень важна, то, что оценили мои спортивные заслуги, очень рад. Также хотелось поздравить всех с наступающим Новым годом. Ну, на будущий год, скорее всего, уже верится чемпионата мира, будем стремиться больше». За высокие спортивные достижения и большой вклад в развитие физической культуры и спорта отметили более 50 спортсменов и тренеров. Им вручили награды от Совета депутатов, окружной общественной палаты и спорткомитета. «Лучший футболист городского округа Люберцы в 2023 году. Первый раз получаю такую престижную награду для нашего в нашем городе. Очень доволен тем количеством соревнований, которые были у нас в городе, в городском нашем округе Люберцы. Очень надеюсь, что я подаю хороший пример для нашего молодого поколения. Им будет это приятно, особенно моим воспитанникам. Хотел бы пожелать всем в Новом году больших успехов, достижений в нашем спорте. «Мне сейчас очень приятно, что я пошел к одному из трех мастеров спорта мирового класса, Джуеву Александру Вольфовичу. И он меня многому научил. И вот эта награда даже, я считаю, круче, чем вот эти два пояса. Потому что я один из лучших в Люберцах». За вклад в пропаганду физической культуры спорта и здорового образа жизни на территории городского округа Люберцы наградили и команду ЛРТ. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На стадионе «Урожай» в поселке Томилино прошли соревнования мотогонщиков «Рождественский спидвей». В турнире приняли участие спортсмены из Люберец, Санкт-Петербурга и Республики Башкирия. Как прошли гонки, расскажет наш корреспондент. Главное отличие спидвей от классических мотогонок в трассе. Небольшой по длине трек в зимнем варианте представляет собой овал с ледяным покрытием. Гонщики проезжали по три круга в каждом заезде. В соревнованиях участвовали восемь спортсменов из разных городов. «На данный момент сейчас пока очень сильно скользкий лед. Это сейчас уже вот еще несколько заездов пройдет, уже будет держать, скоростя будет еще быстрее. Это трековое направление, трековые гонки. Вы сами видите, да, встали четыре гонщика, все на равных едут. Поворот один, то есть все стараются обогнать». В Люберцах такие соревнования проводят впервые. Все мотогонщики стартуют с одной и той же позиции и соревнуются, чтобы первыми пересечь финишную черту. Зрителям видно всю трассу спидвей и гонщика, который ведет. Объединились для того, чтобы показать и развлечь в Рождество, в новогодние каникулы наше население, наших любителей спорта. Я думаю, что это будут традиционные ежегодные соревнования на территории Люберец, которые будут собирать огромное количество болельщиков, участников. Даже сильные морозы не помешали зрителям поддержать спортсменов. Наблюдателей за соревнованиями собралось большое количество. А ведь это спорт настоящих мужчин, поэтому такие мероприятия, такие соревнования обязательно нужно проводить, потому что, ну, посмотрите, полные трибуны. Это великолепный вид спорта, поэтому обязательно, обязательно нужно продолжать развивать. Я думаю, все жители города, кроме вот жителей этих домов, поддержат это все дело. Соревнования прошли в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Для победителя подготовили главный приз – денежный сертификат. Давай, давай! Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В округе провели турнир по футболу. За новогодний кубок «Гэлакси» поборолись команды из Люберец, Краскова и Томилина. Вместе с болельщиками за матчами наблюдали мои коллеги. В соревнованиях участвовали четыре юношеские команды. Игроков поприветствовали руководитель ветеранского футбольного движения Владимир Малахов и советский российский футболист Юрий Гаврилов. Легендарный полузащитник «Спартака» давно следит за развитием футбола в Люберцах. Сейчас восстанавливается после тяжелой болезни. Но поддержать молодежь не мог не приехать. Сегодня у нас хорошее условие. Видите, какой зал, которого раньше у нас и не было. И всегда здесь были хорошие команды и торпеда, и турбаж, из которых вышли хорошие футболисты, которые играли в высшей лиге. Уже через год эти мальчишки смогут играть в любительской лиге. А дальше – большой спорт. Декабрьский турнир проходил по упрощенным правилам. По пять человек от каждой команды. Продолжительность матча – 20 минут. Первыми вышли на поле «Таменинский урожай» и клуб «Красково». Кирилл Кишкунов, играющий в защите, подарил краскопчанам шанс на победу. Я хотел, чтобы моя команда после моего гола стала лучше играть, потому что, мне кажется, мы как будто казались немного неуверенными. А уже, когда я забил, наша команда окрепла духом, и мы начали хорошо играть. Иван Воронцов впервые вышел на поле, когда ему не было и шести. Восемь лет играет в защите, но в непростой ситуации готов закрывать и другие позиции. Первый гол нам дал уверенность в себе, чтобы продолжить дальше игру. Но нам чего-то не хватило в конце. Я думаю, что мы не были собраны. У нас не было командной игры. Мы играли каждый сам по себе. И из-за этого мы проиграли. Теперь мы соберемся после первой игры и покажем хорошую игру, чтобы показать болельщикам, что мы сюда приехали, чтобы побеждать. Матч завершился со счетом 2-1 в пользу Краскова. Во второй игре встретились «Звезда» и «Галакси». По результатам турнира лучшие команды сразились в финале. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Мы стали еще доступнее. Эфир телеканала ЛРТ вещает в своем аккаунте ВКонтакте. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей можете искать на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова